Отношения с противоположным полом не задались для Раневской самого первого детского еще свидания Биограф Шляхов рассказывал Паина Георгиевна вспоминала, что гимназист, поразивший ее сердце имел замечательную фуражку, где над козырьком был надраенный герб гимназии а тулья по бокам ее была опущена чуть ли не до ушей Это великолепие буквально сводило юную Фаину с ума Придя же на свидание, Фаина, к своему удивлению, застала на указанном ей гимназистом месте скамейки в городском саду незнакомую девочку Девочка попросила Фаину уйти, объяснив, что та уселась на скамью, на которой у нее назначено свидание Фаина отказалась, объяснив, что и она находится здесь по той же причине Вскоре на горизонте возник герой-гимназист, нисколько не смутившийся при виде обеих своих дам Как ни в чем не бывало, он уселся на ту же скамью между ними и стал насвистывать какой-то мотивчик Незнакомка вновь потребовала от Фаины, чтобы она немедленно удалилась, на что Фаина ответила категорическим отказом Препирательства двух девочек длились долго Каждая из них ревностно отстаивала свои права на заскучавшего к тому времени гимназиста Затем гимназист и соперница Фаины пошептались, после чего та принялась кидаться Фаину камнями Фаина заплакала и ушла, но вскоре вернулась, и, остановившись в нескольких шагах от скамейки, на которой ворковали люди Разбившие ее сердце, с пафосом воскликнула «Вот увидите, вас накажет Бог!» И ушла преисполненное достоинство и сознание выполненного долга Одной из черт унаследованных Фаи от артистичной и впечатлительной матери Была способность влюбляться в талантливых личностей При этом Фаину совершенно не волновало, какому времени принадлежали эти люди И были ли они вообще? Биограф Матвей Гейзер писал Одним из первых воспоминаний ее детства стала смерть Чехова Она навсегда запомнила прекрасное летнее утро и горестно рыдающие над газетой мать Перепуганная Фаина поплакала вместе с ней, а потом нашла первую попавшуюся книгу Чехова и прочитала ее Это оказалась скучная история, которая произвела на нее такое впечатление, что позже Раневская написала, вспоминая тот момент, когда она закрыла книгу На этом кончилось мое детство Я поняла все об одиночестве человека Спустя несколько лет она вновь услышала крик и рыдание матери Как же теперь жить? Его уже нет Все кончилось Все ушло Ушла совесть На этот раз умер другой обожаемый ею писатель Лев Толстой Его смерть Милка Фельдман переживала так тяжело, что надолго заболела Вот так и Фаина Раневская потом любила кого-нибудь Так уж любила, с полной самоотдачей Так она любила своих друзей И так же она любила Толстого и Пушкина Со всей страстью, со всеми душевными силами, на какие была способна Любила, восхищаюсь Ахматовой Стихи ее с молоду вошли в состав моей крови Писала Раневская в дневнике И это была чистая правда Стихи Ахматовой, а потом и она сама так прочно вошли в жизнь Раневской Что теперь уже невозможно представить их друг без друга Великая поэтесса и великая актриса Они были неразрывно связаны до конца жизни Их дружба по-настоящему началась в Ташкенте Во время Великой Отечественной войны Но познакомились они гораздо раньше Раневская тогда, по ее собственным воспоминаниям, еще была Фаиной Фельдман И жила в Таганроге Она прочла стихи Ахматовой, влюбилась в них И твердо решила познакомиться с поэтессой Поехала в Петербург, нашла квартиру Ахматовой и позвонила в дверь «Открыла мне сама Анна Андреевна», — вспоминала она «Я, кажется, сказала, вы мой поэт», — извинилась за нахальство Она пригласила меня в комнаты Дарила меня дружбой до конца своих дней Ахматова тогда поинтересовалась у Фаины «Вы пишете?» — но та ответила «Никогда не пыталась, поэтов не может быть много» Возможно, с этой фразы Ахматова и присмотрелась к ней получше Выделив необычную девушку из числа своих многочисленных почитательниц Сцена, театральная или музыкальная, завораживала юную Фаину Девочка как будто чувствовала, что именно сцена станет местом ее преображения Измучительно стесняющейся по каждому поводу дикарки В раскрепощенную острословку, любимицу миллионов Бросив Таганрогскую гимназию в 14 лет Фаи Фельдман поступила в частную театральную студию к Егелла Гоберга Руководитель студии был добрый, интеллигентный чудак Который увлекался экспериментами с театральными постановками Он научил Фаину свободно двигаться по сцене Раскованно, громко и внятно говорить Чуть растягивая слова, чтобы избавиться от заикания Красиво жестикулировать В возрасте 14 лет Фаина впервые побывала в столице Где попала на спектакль «Вишневый сад» Сыгранный блестящей актерской труппой Московского художественного театра Именно эта чеховская пьеса подарила Фае ее новую фамилию Которую она сделает великой силой собственного таланта Однажды девушка шла по улице с приятелем театралом Вдруг из ее сумочки выпало и унесло ветром несколько купюр Фаина не расстроилась, а стояла и весело смотрела вслед деньгам «Боже, как красиво они летят!» Ее спутник заметил «Вы совсем как Раневская» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok